Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. С вами Анастасия Мосина и в начале об основных темах сегодняшнего выпуска. В полной мере отвечать не только вызовам нового времени, но и прежде всего ожиданиям людей, на поддержку которых ты рассчитываешь. Сегодня открылась первая сессия Краевого законодательного собрания третьего созыва. Первым вопросом в повестке сессии было избрание председателя Краевого парламента. В результате спикером ЗАГС собрания края в пятый раз подряд стал Александр Ус. Сами педагоги участвуют в большом количестве творческих конкурсов, предъявляют свою опытную конференцию. Так и результаты работы учащихся этой Олимпиады, Единый государственный экзамен, высший уровень среднекраевого и высший уровень общероссийского. Педагоги Канска сегодня отпраздновали День Учителя. Лучшие из педагогов были отмечены благодарственными письмами и грамотами разных уровней. Больше 70 человек поднялись на сцену городского Дома культуры. Были приглашения на обложку журнала сняться. Но пока мы готовимся к Казахстану, думаем, что там будут какие-то более обширные перспективы. В Москве прошел финал всероссийского конкурса красоты «Мировая русская красавица», в котором приняли участие победительницы конкурса «Юная мисс Сибири Канск-2016». Три нашей землячки покорили сердца жюри и прошли в гранд-финал конкурса, который состоится через месяц в Казахстане. И теперь обо всем подробнее. Сегодня в Красноярске состоялась первая сессия Краевого ЗАГС Собрания Третьего Созыва. Путем тайного голосования депутаты выбрали спикера. Таким же образом прошли выборы его заместителей. Также парламентарии утвердили количество и наименование комитетов, сформировали их состав. Подробнее о первом дне работы краевых депутатов нового созыва расскажет Евгений Гомсюков. Сессию открыл старейший депутат Созыва Анатолий Самков. Парламентарий напомнил, что в ЗАГС Собрания избраны 52 депутата, что позволяет вести легитимную работу. После этого Самков передал слово губернатору Виктору Толоконскому, который поздравил народа избранников с началом работы. Еще раз поздравляю вас. Хочу подчеркнуть, что быть избранным депутатом законодательного собрания Край это высокая честь и огромная ответственность. Думаю, все вы это хорошо понимаете. От 17-го избирательного округа, в который входят город Канск, Каннский и Дзиджинский районы, в законодательное собрание избраны два депутата. Переизбравшийся на повторный срок Анатолий Креминский и вновь избранный Артур Макарчан. Есть желание больше поработать с комитетом самохозяйства, потому что я думаю, что в ней я могу больше позже привести и для Артур Макарчанского района, и в том числе и для Артур Макарчанского. Но все остальное будет отдано, что выиграют. Сегодня депутатам предстояло выбрать спикера и его заместителей, сформировать комитеты и утвердить список тех, кто намерен работать на профессиональной основе. Большинством голосов председателем Краевого парламента уже в пятый раз избран Александр Ус, который бессменно занимает эту должность с 1998 года. Это старт какого-то нового этапа, когда предстоит поменяться самому, где-то подрасти, по-другому посмотреть на окружающий мир, для того, чтобы в полной мере отвечать не только вызовам нового времени, но и, прежде всего, ожиданиям людей, на поддержку которых ты рассчитываешь. Также напомним, 37 депутатов в ЗАГС-собрании представляют Единую Россию, 8 ЛДПР, 4 КПРФ и по одному Справедливую Россию и Патриотов России. Среди общего числа 25 депутатов вновь избранные. Евгений Гамзюков, Михаил Колотушкин, телекомпания «Канск», 5 канал. А уже бывший красноярский депутат Юрий Швыткин занял высокий пост в Госдуме. Он стал заместителем главы комитета по обороне в Госдуме Российской Федерации. Решение было принято на первой сессии парламента, прошедшей накануне 5 октября. Главой комитета избран Владимир Шаманов, ранее возглавлявший ВДВ. В новой должности Юрию Николаевичу предстоит курировать вопросы, касающиеся военно-патриотической работы ДСАФ, оборона промышленного комплекса и формирования бюджета. Депутат отметил, что не собирается переезжать в Москву на постоянное место жительства и будет, как и прежде, открыт для общения с людьми. Я буду представлять их интересы и в рамках деятельности комитета. У нас есть и воинственная часть, но и в рамках деятельности депутата Государства в Российской Федерации. Все вопросы, которые касаемы обеспечения жизнедеятельности населения, и краской, и краской в районе, и целом жителей Красноярского края. Конечно, для меня это было основными приоритетами. Это касаемо вопроса здравоохранения, образования, социальной сферы. Конечно же, я всегда открыт буду выезжать и на территорию. К другим темам. Вканские сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении кражи кабеля с территории строительной организации. Известно, что ранее злоумышленники уже были судимы. В дежурную часть полиции обратились сотрудники строительной компании с заявлением о хищении 50 метров электропровода с мостового крана. По их словам, кабель пропал с территории предприятия в ночное время. Сумма ущерба, нанесенного в результате хищения, составила около 50 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за причастность к данному преступлению были задержаны двое местных жителей 1979 и 1994 годов рождения. Ранее судимые подозреваем в совершении данного преступления. Как выяснили стражи порядка, данные лица в ночное время, так как они сами работали на этом предприятии, прошли на предприятие, обрезали кабель, после чего данный кабель сдали в пункт приема цветного металла. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России и Каннский в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Каннские полицейские предостерегают пожилых жителей города и района от действий мошенников. Именно пенсионеры в последнее время все чаще становятся жертвами разного рода обманщиков. Стражи порядка в очередной раз напоминают о необходимости сохранять бдительность во время общения по телефону с незнакомцами и безопасном использовании банковских карт и сохранении их реквизитов. По данным правоохранителей, в сентябре зарегистрировано 8 фактов мошеннических действий в отношении горожан. Наиболее распространенными остаются так называемые телефонные мошенничества и мошенничества с использованием банковских карт. Так нередко жертвами обмана становятся люди, разместившие объявления на каком-либо сайте бесплатных объявлений. Пожилая женщина разместила объявления на сайте Авито, где собиралась продать принадлежащее ей имущество. Мошенники связались с ней по указанному ей же телефону, которые пояснили, что для того, чтобы приобрести имущество, ей необходимо будет скинуть свои реквизиты банковской карты, а также пин-коды. Неудивительно, что выполнив просьбу мошенников, пенсионерка лишилась всех своих сбережений, хранившихся на карте, а это 100 тысяч рублей. Другая категория обманщиков звонит пожилым горожанам на домашний телефон, представляется сотрудниками пенсионного фонда. Об этом мы рассказывали не так давно. Однако с тех пор аферистам удалось обмануть еще одну пенсионерку. Сообщив мошенникам реквизиты своей карты, она лишилась 10 тысяч рублей. Уважаемые жители города Каннска и Каннского района, будьте бдительны и внимательны, не поддавайтесь на уловки аферистов и мошенников, поговорите со своими пожилыми родственниками, объясните, как себя вести в случае обращения к ним мошенников. По всем подобным фактам мошенничества полицейскими возбуждены уголовные дела, ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по раскрытию преступлений, установлению и задержанию мошенников. Сотрудники полиции просят горожан быть бдительными и осмотрительными в разговорах с незнакомыми людьми, особенно если тема беседы с незнакомцем хоть как-то касается перевода денежных средств. Сейчас прервемся на непродолжительную рекламу, после которой вас ждет информация о ситуации на рынке труда. Сюжет о том, как каннские красавицы покорили столичную сцену и как педагоги отметили профессиональный праздник. Также подробный рассказ о том, как в городе прошел футуристический фестиваль. Не переключайтесь. Полезная газета, пятый канал, новости, аналитика, интервью, самая полная база вакансий Каннска и Каннского района, автообъявления и другая актуальная информация. Читайте полезную газету, издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. Такси Апельсин захватит этот год. Для любителей разнообразия и ярких цветов. Салон «Оптика Лилия» предлагает коллекцию оправ «Свинг». Эти оправы разработаны ведущими специалистами. Не ломающиеся, гигиеничные, легкие, анатомические, из качественных материалов. Лучший выбор для вас и вашего ребенка. Оправы «Свинг» придутся по душе любому родителю, так как изготовлены из материала TR-90 Natural и абсолютно безопасны. Эксклюзивно в салоне «Оптика Лилия». Улица Горького, 48. Меховые традиции. Примейте новую шубу. Станьте королевой этой зимой. 8-9 октября. ГДК. Город Канск. Время заняться спортом. Начни меняться уже сегодня. Стойкость, скорость, сила, мастерство. Будь быстрее, будь сильнее, будь красивее. «Дельфин». Добьемся побед вместе. Телекомпания «Канск 5 канал» представляет антикризисный проект «Цена вопроса». В новом выпуске программы рассказ о супермаркете «Мир подарков», где можно выбрать презенты для любого праздника, а также интересные интерьерные элементы для вашей квартиры, бюджетерия часы, интерьерные и ландшафтные фигурки, оригинальные элементы для оформления помещений и транспорта, для встречи новорожденных и его мамы из роддома. В центре внимания на этой неделе. «Цена вопроса». Программа об антикризисных предложениях. Оль, а давай материнский капитал обналичим? Машину поновее возьмем, на юга сгоняем. Гриш, эти юга будут на севере, на лесопогрузчике поновее. Сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать, передать или обменять. Это незаконно. Любой, кто пытается это сделать, включая владельца, становится соучастником мошенничества. Направьте материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Оль, а давай тогда квартиру побольше возьмем. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Хорошие новости об урожае приходят с полей Каннского района, где практически все сельхозпредприятия справились с уборкой зерновых. С показателями вас ознакомит Леонид Юрков. Ему слово. Уже несколько дней на этих полях не слышно звуков техники. Все дело в том, что урожай собран, сенаж заготовлен, зерно обмолочено и высушено. Практически по всем показателям аграрии Каннского района лучшие на востоке края. Общими усилиями аграрии собрали 146 тысяч тонн зерна. Это абсолютный рекорд для района. Так много не собирали даже в советское время. Кроме того, погода позволила качественно подготовить почву к посевной следующего года и заготовить корма на зиму. В этом году заготовлено более 16 тысяч тонн сена, 173 тысячи сенажа и из кукурузы заготовили силосов 46 тысяч тонн. Вот этого количества кормов мы считаем, что должно с лихвой хватить для получения стабильных надоев в зимний период. Большая часть фермеров, они собраны на зерно у себя. Остальные перевозят его на местный элеватор. Здесь за 6 недель заготовили порядка 40 тысяч тонн зерна. Это тоже рекорд. И не только по количеству, но и по разнообразию зерновых культур. В этом году больше продовольственной пшеницы. Пшеницы 3 класса с высокой клейковины 25 и виши. Мы добавляем ячмень, рожь, овес. Рад сейчас завозим. Поэтому все зерновые культуры мы принимаем. То есть предприятие работает 12-часовой рабочий день. Услугами Каннского элеватора пользуются не только культуры фермера. Но зерно сюда привезут и крупные аграрии из соседних районов. Ербейского, Тосеевского и Абонского. На предприятии говорят, за последние 30 лет зернопоток развернулся ровно на 180 градусов. В 80-х по этой железной дороге сюда на мелькомбинат привозили пшеницу. В основном импортного производства Канады или Австрии. А теперь по этой же железной дороге зерно от местных производителей уходит в Санкт-Петербург и Монголию. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости. А сейчас о ситуации на рынке труда. По состоянию на 1 октября 2016 года в Центре занятости населения города Каннска зарегистрировано порядка 570 человек. Уровень безработицы в городе составляет 1,1%, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Число обращений жителей города в Центр занятости населения за различными видами услуг растет. Так, с января по сентябрь текущего года специалистами Центра занятости по заявлениям граждан было предоставлено около 15 тысяч государственных услуг. В городе наиболее востребованы следующие профессии – продавцы, водители, электрогазосварщики, повара, электромонтеры, врачи, медицинские сестры, слесари. В Каннском районе уровень безработицы составляет 1,5%, что на 0,1% больше, чем в прошлом году. Там нужны ветеринарные врачи, водители, трактористы, операторы машинного доения, животноводы, дойеры, учителя. 5 октября более чем в 100 странах мира отметили День Учителя. Это один из главных праздников педагогов всех образовательных ступеней, который по традиции отмечается очень широко в начале осени. Каннские педагоги встретились сегодня в городском Доме культуры, чтобы поздравить друг друга. Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации награждаются. В Каннске больше 1100 педагогов. Основная масса из них – женщины. Практически четверть составляют педагоги уже преклонного возраста. Однако в профессии немало и молодых специалистов – порядка 19%. Прошедший учебный год для каннского образования был успешным. Наши учителя, помимо основной деятельности, участвовали в различных конкурсах, как местного, краевого, а также всероссийского уровня. Сами педагоги участвуют в большом количестве творческих конкурсов, предъявляют свою опытную конференцию. Так и результаты работы учащихся – это олимпиада, единый государственный экзамен, высший уровень среднекраевого и высший уровень общероссийского. Мы не только занимаемся образовательным процессом, мы организуем социально значимую деятельность. Это и спартакиады, это и творческие конкурсы, где педагог реализует себя не только как учитель, но и как личность. Лучшие из лучших на празднике были отмечены благодарственными письмами и грамотами разных уровней. Больше 70 человек поднялись на сцену. А накануне двое педагогов Каннска, учитель по физической культуре школы номер 18 Татьяна Юдина и замдиректора Каннского педагогического колледжа по методической работе Светлана Науменко получили от губернатора Виктора Толоконского нагрудные знаки «Заслуженный педагог Красноярского края». По образованию уже 24 года, в должности учителя физической культуры. Была награждена почетным нагрудным знаком «Заслуженный педагог Красноярского края». Да, конечно, для города это большая честь, для школы тоже. Без преувеличения можно сказать, что каннские педагоги – мастера своего дела. Люди, которые могут не только учить, но и учиться, они движутся в ногу со временем и любят детей. Судьбой вам даровано с вами, учитель и сердце открыто, добро и надежда. На встречу ветра в океане безбрежно. Каннские красавицы стали победительницами на очередном этапе конкурса «Мировая русская красавица» в Москве. И получили шанс представить наш город в Казахстане. В конкурсе участвовали более 150 девушек из 12 стран. Как нашим землячкам удалось стать лучшими, узнавала Ольга Ванеева. Жукова Елизавета. Актер театра «Кукол. Фантазия». Ведущая городских, краевых и международных мероприятий. Еще в марте этого года Лиза Жукова и не помышляла о модельной карьере. Она была ведущей на отборочном этапе конкурса «Мировая русская красавица», который проходил на сцене ГДК. Дирекция проекта девушку отметила. И в Москве она выступила уже в качестве участницы. И очень этому рада. Статус супермодели, корона, множественные подарки от спонсоров и возможность поехать на еще более престижный конкурс в Казахстане. Огромное количество участниц. Все участницы очень достойны. И несмотря на большую конкуренцию, у нас царила очень дружественная атмосфера. И так очень тепло, душевно. Мы легко друг с другом общались. Вместе с Елизаветой гранд-финалу конкурса «Мировая русская красавица», который пройдет в ноябре, готовятся еще две каннские девушки. Ольга Пиманова и Валерия Гиевская. Первая уже опытная модель. Для Ольги это уже пятая победа в конкурсах красоты различного масштаба. Мне это нравится, это здорово. Я познам для себя окружающий мир. Знакомлюсь с новыми людьми. Общаюсь со звездами. То есть почему бы нет. Например, с какими людьми ты общаешься? Степан Меньшков, Юдашкин, Валентин. Увидалась с Зайцевым. Ну, пока что все. Я победила в номинации гранд-при юная мисс Российской Федерации. Победа далась, ну, не скажу, что легко, потому что была конкуренция хорошая. Но все равно как-то ты был уверен в своих силах. 13 часов прошло с момента начала репетиции до окончания церемонии награждения. В режиме нон-стоп девушки сменили множество нарядов. Были выходы в коктейльных платьях, спортивной одежде, национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Помимо этого, участницы представляли коллекции модных дизайнеров. Во-первых, они получили статус, который дает большие возможности. Также у девочек была фотосессия. Их уже приметили, так как они не первый раз выступают. Были приглашения на обложку журнала сняться. Но пока мы готовимся к Казахстану, думаем, что там будут какие-то более обширные перспективы. Добавим, что девушки занимаются в школе-студии «Мода и стиль». Ко всем этапам конкурса и готовят Татьяна Матяш и Дарья Соколова. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В Каннском библиотечном колледже прошел второй футуристический фестиваль «Русский мир», приуроченный к 380-летию Каннска и 80-летию колледжа. Первый такой фестиваль в будущей библиотекаре провели ровно год назад. Как в первый раз, так и в этот мероприятие прошло под лозунгом «Колледж – территория фантастической реальности». Основная цель фестиваля – содействие и воспитание уважения к живому русскому слову, как наследию. Приобщение молодого поколения к творческому процессу, укрепление и расширение горизонтов их восприятия мира через актуализацию футуризма в искусстве. Гостями фестиваля стали писатель-фантаст Павел Веселовский и директор Краевого дома искусств Татьяна Шнар, которая и произнесла вступительную речь. Мы все молоды, у нас у всех с вами великое будущее. Я вас поздравляю с открытием второго футуристического фестиваля. Началась работа фестиваля «Встреча с красноярским фантастом Павлом Веселовским». В рамках диалога с писателем обсуждались различные темы. Город будущего, человек в будущем, масштабы вселенной. Павел Анатольевич презентовал работу Красноярского клуба любителей фантастики «Вечные паруса», куратором которого он является. Также зашел разговор о профессиях будущего и, конечно, о будущем профессии библиотекаря. Робот должен помогать библиотекарю, а не делать все за него. Все равно роботы – это очень удобная система для библиотек, особенно для таких больших, как РДБ и прочие большие библиотеки, где огромное количество литературы. Роботы очень помогут в ее сортировке и вообще в работе в целом. Продолжился фестиваль работы просветительских площадок. Экспресс-конкурс «Временной портал слова», музыкально-поэтическая площадка «Вольный стих», экспериментальная арт-площадка «Футуристическая кухня», в рамках которой футуризм был презентован через еду и специфичные отношения в ней, как к источнику не только физического насыщения, но и духовного. И дебаты «Трансгуманизм» и «Экотопия», где участники площадки в процессе дискуссии прогнозировали будущее человека, техническое или максимально приближенное к природному началу. «Экотопия» и «Трансгуманизм», что же для нас все-таки лучше, да? Как сказать, ну там, для каждого, мне кажется, что-то среднее не «Экотопия», это потому что шаг назад, можно так сказать, а «Трансгуманизм» — это шаг вперед, наоборот. И как нам сказали, что мы, может, даже не будем жить, мы не жить, а существовать, то есть как на флешке. Кроме того, в рамках фестиваля прошел конкурс в виде арта «Быть». Также работала будка гласности «Видеоманифест», а художники граффити успели начертать литературное обращение с жителем города. Закрытие фестиваля состоялось вечером на открытой площадке. Прошло оно в форуме театрализованного представления физиков искусств. Евгений Гомжиков по материалам Каннского библиотечного колледжа. Далее прогноз погоды на пятницу. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте. www.5kanal.info Не забывайте заходить на нашу страничку ВКонтакте. С вами была Анастасия Мусина. Всего доброго и до свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согревайте друг друга морозными вечерами. Желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин